Работаю довольно редко, а не довольно каждый день. На этой неделе светлая голова Вассермана решила явить миру финансовое нововведение. Депутат Госдумы предложил посчитать наличность, лежащую у горожан под подушкой. Она, эта наличность, по его мнению, должна составлять не более миллиона рублей. А об излишках должно быть сообщено в налоговой вместе с подробным отчетом, откуда деньги ЗИН. Но обо всем по порядку. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Итак, миллион, которые Вассерман планирует простить горожанам, депутат считает той приемлемой цифрой, за которую нормальный россиянин типа не должен отчитываться. За все накопленное свыше депутат хочет разъяснений. В противном случае предлагает слуга народа конфискация и штраф, вдвое превышающий имеющуюся наличность. Таким образом, инициатор закона планирует бороться с коррупцией и теневым сектором экономики. Я была сначала подумала, что речь идет о простых смертных, которых в очередной раз хотят зажать в тиски. Потому что, представляю, копит себе семья деньги на квартиру ребенку, во всем себе отказывает. А тут приходит Вассерман и говорит, откуда излишки? Может, украли че где? Или взятку взяли? И вот вполне порядочная семья вдруг оказывается под подозрением, поясняет депутатам происхождение каждой полученной ими копейки. Но! Оказалось, что нововведение почему-то пришлось коллегам Вассерману совсем не по вкусу. И они раскритиковали инициативу. Да-да-да-да, представляете, оказывается, бывает и такое. Ну просто у кого из нас дома лежат миллионы? Если такие есть, то пишите адреса в комментариях. Это сейчас была шутка. Думаю, что таких единицы. А у кого из депутатов не лежат миллионы дома? Правильно. Думаю, что и таких тоже единицы. Поэтому перспектива отчитываться перед умнейшим седой бородой их и не впечатлила. А, соответственно, идею в Госдуме не поддержали. Эх, а счастье узнать миллионеров лицо было так возможно. Особенно это актуально сейчас, когда депутаты засекретили свои личные данные и сведения о доходах. Теперь все, что мы сможем лицезреть, это порядковый номер народного избранника и сумму, которую он задекларировал. Вот, например, таким образом выглядит сводная декларация депутатов ЗАГС Собрания Петербурга. У многих из них есть небедные супруги, у одного даже зарабатывающие дети. Правда, кто есть кто, определить практически невозможно. А хотелось бы, вот, например, посмотреть на человека, чья жена в прошлом году заработала более 36 миллионов рублей. При том, что сам парламентарий поимел в 12 раз меньше, ограничившись тремя миллионами. Ну и бог с ними. Лично меня больше заинтересовал вопрос, куда катимся. Либо к американской мечте, где родитель один и родитель два уже перестали различаться по гендерному признаку, либо прямиком в 32 век из антиутопии замятина «мы». Впрочем, это, конечно, не самое главное, что произошло на этой неделе. РИА Новости сообщает, что вслед за автомобильными нуждами у российских солдат назрела нужда и по водному транспорту. К просьбам трудящихся прислушался в Рио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Причем, помимо чуткости, он оказался еще и на редкость исполнительным, потому как тут же изъял для нужд армии три десятка моторных лодок. А в ответ на визги владельцев водного транспорта записал видеообращение. Я просто хочу напомнить всем херсонцам, что сейчас на территории нашей области введен указ о военном положении. А это значит особый режим. Во время военного положения власти могут привлекать для нужд армии любые технические средства, которые им необходимы. И поэтому для обеспечения армии дополнительными средствами малого флота, то есть лодок, и были изъяты несколько лодок, количество их около 30. Ну да, казалось бы, чего непонятного. Военное положение и необходимость. Но если безвозмездная помощь все-таки гнетет владельца транспорта, то так уж и быть. Он может обратиться в местную районную администрацию, где, по словам Сальдо, либо выплатят компенсацию, либо пообещают вернуть лодку в целости и сохранности. Вот видите, повода для расстройства нет, по крайней мере, в этом вопросе. Но есть о чем погрустить в следующем. На этой неделе известия сообщили о кончающихся в России официальных иномарках. Всего на остатках, пишет издание, хранится чуть более трех сотен машин. И это на всю Россию. Новые поставки не ожидаются, а то, что можно увидеть в наличии, в разы превышает адекватный ценник. Например, Kia Rio, которую до санкций можно было купить за 900 тысяч рублей, сейчас в базовой версии начинается от полутора миллионов. Параллельный импорт из-за вторичных санкций теперь тоже улетел в космос. А виной всему сложность логистики. Но, по мнению известий, отчаиваться не стоит. Ведь на помощь потребителю уже спешит отечественный автопром. Ну или корректнее сказать, что отечественному автопрому на помощь бежит текущая ситуация с санкциями. На которую АвтоВАЗ отреагировал моментально, утверждая, что способен выпускать до полумиллиона автомобилей в год. Ах да, и не сбрасываем со счетов Китай. После пропаганды межнациональных браков, о которых я рассказывала на прошлой неделе, каждый китаец просто обязан подарить своей русской жене китайский автомобиль. Ну а наша задача, девочки, пересадить возлюбленного Владу Весту. Хотя, как по мне, так лучше быть одной и сохранить имеющийся на сегодняшний день автомобиль. Но я, как и прежде, утверждаю, что я совсем не пример для подражания. Хотя бы потому, что совершенно не умею генерировать рофл. В отличие от тех, кто на этой неделе поглумился на славу. Вы, наверное, в курсе, что сразу после смерти татарского сеть облетела новая странная и страшная весть. Несколько политологов и военных экспертов Москвы получили по почте гипсовые бюсты маршала Жукова. Не на шутку испугавшись костлявой руки с косой, все потенциально пострадавшие решили предать эту ситуацию огласке. И вот отправитель найден. Им оказался предприниматель из Ульяновска Никита Барин. Правда, радоваться находке пришлось недолго, потому что в скором времени выяснилось, что Барин просто предприниматель, а вовсе не заказчик. Ну и получается, что оплатившее подарки лицо совсем другой человек. Но кто он? Вот основной вопрос. Впрочем, все представленные сапером бюсты оказались пустышками, но своих адресатов напугали не на шутку. Полагаю, что теперь, прежде чем пойти и высказать свою позицию, политологи несколько раз подумают, а надо ли мне это? Ну и отправиться обсуждать все то, что не смылось сливным бочком в программу к Бутиной. Кстати, на этой неделе гости кукол обсуждали Столтенберга и жену Зеленского Елену. Он очень похож на человека, который, пардон, увлекается наркотиками. И почему вот так необходимо было фотографироваться с раздвинутыми, извините, ногами? Это, друзья, было телевидение, которое мы заслужили. Я честно попыталась наступить на юмор, но здорового сарказма там не нашла. А потому настоятельно рекомендую вам фильтровать все то, что смотрите. Ну хотя бы для того, чтобы однажды не проснуться в шкуре Бутиной. Ну а на этом у меня все, друзья. Я напоминаю, что у нас на Ермак Медиа появился второй резервный канал, который поможет нам не потеряться, если в очередной раз заблокируют основной. Переходите по ссылке в описании, там для вас загружен еще один выпуск новостей. Ну а мы увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока.